Данка Это уже второй матч латкаринской команды «Кристалл» в первой лиге, но пока, к сожалению, удачнее на нашей стороне. В первой игре латкаринские баскетболисты уступили команде города Химки. В матче с Данка игроки «Кристалла» пытались компенсировать это поражение. Не хватило совсем чуть-чуть. Латкаринские баскетболисты проиграли истринцам три очка. Табло зафиксировало финальный счет 81-84. В первый период игроки «Кристалла» начали уверенно и подарили болельщикам надежду на победу. За пять минут им удалось уверенно реализовать несколько трехочковых бросков. «Кристалловцы» лидировали почти весь период, но в самом конце первой десяти минутки команда Данка все же вырвалась вперед. С этого самого момента у латкаринцев будто разладилась игра. Во втором периоде обеим командам почти с одинаковым успехом удавалось реализовывать штрафные. Тем не менее, общее число забитых мячей у истринцев было больше, и Данка продолжила лидировать. В третьем периоде разрыв в счете между командами стал расти. За четыре минуты до его конца «Кристалловцы» проигрывали Данка 14 очков. А забитый истринцами на последней секунде периода трехочковый, увеличивший разницу в счете до 16, казалось, должен был окончательно деморализовать латкаринских баскетболистов. Но нет. В последние завершающие десяти минутки латкаринцам все же удалось собраться. Противостояние «Кристалла» и Данка было ожесточенным. Истринцы ни в коем случае не хотели уступать. Тем не менее, за 40 секунд до конца последнего периода латкаринские баскетболисты проигрывали всего одно очко. Исход игры мог изменить один единственный бросок. Но даже ярая поддержка болельщиков не помогла «Кристалловцам». Решающий мяч забросил игрок команды Данка. Матч завершился со счетом 81-84 в пользу истринцев. Да, на самом деле, сегодня была у нас довольно-таки важная игра. Были, в общем, настроены сильно. Небольшой разлад пошел во второй четверти. С этого мы и повалились. Поэтому третью четверть тоже ужасно сыграли. Единственное, что мы смогли сделать, четвертую четверть и прихватить. Отыграли, все. Ну, в конце не получилось, не забили. Ну, ничего страшного. А чего не хватило, по-твоему, команде? Не хватило, я больше скажу, настроен на первую четверть. Потому что мы были лидерами до игры. И я думаю, ребята просто немного легкомысленно отнеслись к этой игре и все. Это не последняя игра команды «Кристалл». Победа еще впереди. Наш телеканал желает успехов латкаринским баскетболистам в будущих матчах. Приглашаем вас, дорогие телезрители, поддержать команду «Кристалл» 3 ноября в игре с командой «БК Фрязина» и 10 ноября с командой «Олимпик Мэтищи». Начало матчей в 16.00. Ольга Белозерцева, Георгий Саркисян, телеканал «Латкари».